Друзья, в этом ролике полюбуемся на юный прайд, который многим нравится. В ваших комментариях вы пишете с такой любовью про этих красавцев. Да вот, Беляшик и его дружок. Два таких мощных юных льва в юном прайде, которые быстро превращаются в крепких таких львов. Тайгановскую породу, мы уже с вами не раз об этом говорили, что тайгановская порода все-таки отличается. Здесь собраны львы разных пород, и в итоге вот такой получился конгломерат, селекция, не произвольная, особо Олег Алексеевич, как говорится, специально это не делал, но тем не менее, вот, смотрите, друзья, какие красавцы, огромные, мощные, мускулистые. Неудивительно, что львята из парка львов Тайган очень ценятся, и в Приморском сафари-парке, в сафари-парке тоже тайгановские львы. Вот, друзья, красавцы. Лежат, Елена Желябова пришла к ним в гости, и они, конечно же, этому очень рады. Зубки молодые, крепкие, все, как говорится, вся жизнь впереди, и можно только порадоваться за этих крепышей, полюбоваться ими, и что и делают, собственно говоря, посетители парка львов Тайган, когда приезжают сюда, и многие идут в сторону колеса обозрения, и как раз вот здесь можно наблюдать этих красивых ребят. Вот, посмотрите, этот уже лев, такая поступь у него, вот, вот, поприветствовали друг друга, гривами потерлись, это запах Прайда. У Прайда единый запах, когда львы вот так трутся гривами друг от друга, то создается вот такой единый запах Прайда, и уже все. Каждый лев, зная члена своего Прайда, узнает по этому запаху, поэтому всегда львы одного Прайда вот так приветствуют друг друга, трутся шеями, и это свидетельствует о том, что они подтверждают свое членство в Прайде. И когда любой чужак появляется, будь то ночью, будь любое время, льву даже не обязательно открывать глаза, он уже по запаху чувствует, что приближается чужак. И тогда встает вожак, иногда львицы, и они вместе дают отпор чужаку. Иногда это делает сам вожак Прайда, доказывая, что он сильный, мощный. Иногда к нему на помощь подключаются его помощники, обычно старшие сыновья, которых еще не изгнали из Прайда, или брат. Вот, друзья, мы помним Чук и Гек, или Чип и Дейл. Вот, видите, пример того, что братья, но они не поссорились во взрослом возрасте и всегда поддерживают друг друга. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.